Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа в студии Константин Гиргая. Смотрите сегодня в выпуске. Семь шагов к профессии. В округе реализуется муниципальный проект по профессиональной ориентации. Отбирали сильнейших. 19 спортсменов представит Пушкинский на региональном этапе Кубка губернатора Московской области по боксу. Рок-н-ролл жив! Участницы студии акробатического танца из Завантеевки завоевывают высокие награды из сердца зрителей. Об этом и многом другом прямо сейчас. Помощь участникам спецоперации и их семьям, благоустройство дворов и общественных пространств. Итоги отопительного сезона. Эти и другие темы обсуждали на очередном оперативном совещании в администрации округа. Подробнее в сюжете наших корреспондентов. День победы в округе прошел душевно, тепло и спокойно с учетом общей обстановки в стране. Сохранять уважительное отношение к памяти, к традициям праздника и передавать эти трепетные чувства подрастающему поколению. С этого начинает оперативное совещание в администрации округа глава Пушкинского Максим Красноцветов. Все мы помним майские демонстрации, все мы помним 9 мая. Мы не должны отступать от этих традиций. И помимо того, что у нас сейчас уже есть и сформировано, формировать какие-то свои традиции, свои устои. Продолжая тему патриотизма, глава округа подчеркивает необходимость обустройства вечного огня в городах округа при проектировании общественных пространств. Лес Победы – еще одна значимая акция, которая собрала более 5000 участников. Глава округа благодарит всех организаторов за высокий уровень проведения. Это событие стало одним из двух значимых экологических мероприятий. Второе – «Вода России», которая пройдет в Софрино. Также в планах расчистка двух прудов округа. И продолжение комплексного благоустройства во дворах. В этом году обновят 24. Не менее важным вопросом является установка детских игровых и спортивных площадок. В этом году к обустройству планируется 30 площадок, из которых 23 детские площадки за счет средств муниципального бюджета, 6 больших детских игровых комплексов в рамках программы губернатора Московской области, и одна спортивная площадка с элементами воркаута. Обсуждают реконструкцию дороги в Дзержинце. Строители уже выполнили фрезерование, обустроили бортовой камень и съездные карманы. Работы здесь должны завершить до 22 мая. Глава округа подчеркивает, что при благоустройстве общественных пространств нужно учитывать интересы всех населенных пунктов. А в этом году ожидается и уже началась реконструкция в Пушкино, Советской площади и сквера молодоженов. Мы планируем провести такой ряд работ, как устройство фонтана, установку малых архитектурных форм, реконструкцию пешеходно-тропиночной сети, установку камер видеонаблюдения, установку наружного освещения, устройство газонов, озеленение. В Красноармейске тоже будет благоустройство. И тот проект, который изначально планировался к реализации, это проект благоустройства банного леса, он тоже найдет место в этой жизни. Одна из важных тем – работа Центра поддержки участников СВО и их семей. Центр находится в Пушкино по адресу Чехова, 37. Круглосуточно работают телефоны горячей линии. К настоящему времени уже 363 семьи получили разовую помощь. Оказание содействия в предоставлении мер государственной социальной поддержки. Оказание юридической помощи, оказание психологической помощи, оказание гуманитарной и социальной бытовой помощи. Ведется активное сотрудничество администрации волонтерских групп, которые насчитывают в совокупности несколько тысяч участников. Неравнодушные жители собирают гумпомощь, плетут сети, готовят экипировку, делают свечи и другие необходимые в быту предметы. Организованы пункты приема гумпомощи, которые собирают молодежные организации. Очень много просто неравнодушных граждан, которые на сегодняшний момент понимают, что происходит у нас в стране и понимают, что их роль также очень существенно оказывают всевозможную помощь. Поэтому я хочу сказать слова благодарности всем тем неравнодушным людям, которые участвуют в поддержке специальной военной операции. Сегодня подводят итоги отопительного сезона. Всего за этот период в округе было зафиксировано в общей сложности около полутысячи отключений теплоснабжения. Это было связано с приостановкой подачи воды, выходом из строя электрооборудования, повреждениями сетей и так далее. В мае в Пушкинском, как и по всей Московской области, повторно включали отопление. На данный момент сезон завершён. Идёт подготовка к новому. На 1 июня у нас должна быть готовность по жилому фонду не менее 15%. И далее у нас идут контрольные точки 1 июля 30%, 1 августа 70% и на 1 сентября у нас готовность должна быть 100%. Акценты на работе муниципальной власти по возвращению в государственную собственность объектов теплоснабжения, проще говоря, котельных. Я бы обратил внимание, наверное, больше на красноармейских. Нельзя приватизировать, продать, по-русски говоря, водохозяйство. То есть это систему поставки, подготовки водоснабжения, систему канализования. Законодательство напрямую это запрещает. Но это можно сделать системой электроснабжения и теплоснабжения, что, собственно говоря, и было сделано. Поэтому активно сейчас работаем для того, чтобы как-то эту ситуацию, наверное, надо поправлять. Также на совещании обсудили готовность к пожароопасному периоду. 43% площади округа занимают леса. Все необходимые мероприятия по обеспечению профилактики крупных пожаров на территории лесных угодий проведены. В завершение встречи глава Пушкинского подвёл итоги месячника благоустройства и поручил ответственным службам навести порядок на вылетных магистралях. Людмила Ермакова, Александр Корнеев, Евгения Фёдорова, Анна Белова, Мария Головачёва. Новости Большого округа. Планы отключать горячую воду в Пушкинском начнут уже с 1 июня. Отключение горячей воды связано с подготовкой к новому отопительному сезону. Плановые отключения горячей воды стартуют с первого дня лета и закончатся 31 августа. Профилактику проведут в соответствии с действующим законодательством. Горячую воду в квартирах отключат не более чем на 14 календарных дней. Узнать, когда необходимо будет перейти на кастрюли и тазики, можно по номеру горячей линии Министерства энергетики Московской области. Вы видите его на своих экранах, а также с помощью телеграм-бота. Ежегодная профилактика труп необходима, чтобы зимой аварии случались реже. Девятиклассникам рассказали про Олимпиады, старшеклассникам про поступления. Пушкинскую школу номер 7 посетили представители Матищинского филиала МГТУ имени Баумана. В рамках муниципального проекта по профессиональному самоопределению «Семь шагов к профессии» они знакомили школьников с вузом. В нашем округе реализуется муниципальный проект по профессиональному самоопределению «Семь шагов к профессии». Он охватывает все уровни образования, включая дошкольное. Возраст от 5 до 18 лет. Проект рассчитан минимум на 3 года. Сейчас в него входят 27 образовательных организаций округа. В следующем году планируют подключить 100% все учреждения Пушкинского. В рамках данного проекта у нас заключены соглашения с образовательными организациями высшего образования, среднего, профессионального. И организуется ряд встреч, на которых представители вузов могут рассказать детям о том, какие направления обучения есть в вузе, в колледже, как поступить, ответить на вопросы. В рамках проекта учеников 9, 10 и 11 класса в Пушкинской школе номер 7 посетили представители Матищинского филиала МГТУ имени Баумана. Ребятам они рассказали про вуз, его историю, факультеты, направление подготовки и как поступить. Мы посещаем Матищинские, Ивантеевские, Пушкинские школы для того, чтобы ознакомить молодых ребят, наших, надеюсь, будущих студентов, о том, что у них появилась замечательная возможность поступить в один из лучших вузов Москвы и технический вуз страны, МГТУ имени Баумана. Потому что теперь в Матищих открылся филиал 7 лет назад, и это для них очень хороший шанс. Евгения Коломиц, Владимир Парфенов, Яков Глейзер, новости Большого округа. Рок-н-ролл акробатически жив и будет жить, особенно когда его сторонницы настоящие бунтарки. Именно так переводится с английского название коллектива, который занимается на базе Центра культуры и искусств имени Кекушева. Девочки уже становились призерами соревнований разных уровней, и это серьезный стимул добиваться большего. А вот что еще важно для спортсменок в акробатическом рок-н-ролле, расскажет Людмила Ермакова. День города или другой большой праздник. Эти девчонки выступят на любом концерте и покорят сердца зрителей. Но спортсменки идут выше, и вот они уже на пьедестале. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу для них и вызов, и радость. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, голова, пять, шесть. Это Ивантеевская студия акробатического рок-н-ролла «Рибблз», что значит «бунтарки». Уже несколько лет здесь тренируются девочки, которые обладают достаточной пластичностью, прыгучестью, ловкостью и неугомонным жизнелюбием. Словом, всем тем, что зажигает сердца и отрывает в прямом смысле от земли. Мы занимаемся, подкачки делаем, выдерживаем все, бунтарки дерзкие, можем все сделать. Спортсменки участвуют в региональных всероссийских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу со взрослым третьим разрядом. Устраивают и учебно-тренировочные сборы. Наставник ребят Борис Запасников, руководитель другой московской студии. Девчонками гордится. Этим девочкам точно хватает способностей, таланта, так же, как и нашим преподавателям, чтобы стать очень-очень сильной командой. У них есть медали небольших соревнований. Они все выступали когда-то в одиночках, в дуэтах. А сейчас это команда, которая имеет право выступать на всероссийском уровне. У этой команды есть все, чтобы побеждать на всероссийском уровне. Но в спорте одной из главных составляющих успеха – это умение терпеть и ждать. А так все начиналось шесть лет назад. С маленьких и робких шагов. Ездим вместе на турниры. Были в Самаре, были в Подмосковье, были в Москве. Так что связь достаточно тесная. Здесь же я обязательно хочу сказать о поддержке Центра культуры имени Кевшева. Юные спортсменки признаются, выступать на больших сценах на соревнованиях очень увлекательно, хоть и волнительно. При этом у каждой из девчонок свои причины быть частью одной большой команды. Мы почти каждый выходной ездим на соревнованиях в разные города. Там очень красиво. Еще мы ездим на сборы. На соревнованиях тоже очень интересно. Я вообще пошла сюда заниматься наугад. Просто я хотела найти свой талант. Я сюда пришла и наконец его нашла. Это моя стихия, хобби. Мне захотелось прийти на акробатический рок-н-ролл. Мне понравилось, и я решила остаться. У меня уже 21 медаль. Я очень люблю наш большой формейшн. Мы ездили по разным городам, и мы узнавали много нового. Я очень давно только пришла, и мне очень понравилось тут заниматься. В планах у Ивантеевского клуба акробатического рок-н-ролла победы на международных соревнованиях. Но для этого усиленная работа и тренировки. Ну и, конечно, поддержка друг друга и чувство локтя. Рэбл с молнией вперед! Всех на свете обойдет! Людмила Ермакова, Сергей Денисов, Анна Белова, Мария Головачева. Новости Большого округа. В Пушкинском прошел муниципальный этап Кубка губернатора Московской области по боксу. Отбирали лучших спортсменов, которые будут представлять округ на региональном этапе. В течение двух дней на ринг вышли 50 боксеров. Как опытных спортсменов, так и новичков. Евгения Коломеец побывала на соревнованиях. Уже далеко не первый год Атриум торгово-развлекательного центра «Акварель» становится площадкой для проведения соревнований по боксу. Здесь проходит муниципальный этап Кубка губернатора Московской области по боксу. Это отборочный тур. Участвуют как юноши, так и девушки в возрасте от 13 до 14 лет. Если честно, то я сначала переживала, что будет серьезная соперница, как раньше на ЦФО. Но оказалось, что все так просто. Конечно, есть какие-то волнения, но после боя мне очень сильно понравилось, как мы боксировали. И я довольна тем, что наконец-то боксировала в «Акварели». Соревнования организовала Федерация бокса Пушкинского при поддержке отдела физической культуры и спорта, администрации округа и ТРЦ «Акварель». Это не только отбор спортсменов на Кубок губернатора. У соревнований есть и другие задачи. Развитие и популяризация бокса в округе и в регионе. А также повышение техник тактического мастерства спортсменов и обмен опытом. С нашего клуба «Золотая секира» представители абсолютно разная подготовка. То есть кто-то проводит свой дебютный бой, а кто-то уже 20-й свой бой. В целом вообще уровень бокса сейчас растет, поднимается. Техника тактического мастерства значительно выше, чем 10 лет назад. И очень приятно смотреть на ребят. Оцениваю турниры сейчас даже муниципальному уровню. Если раньше на них было скучновато, ребята, новички, явно видно было, что новички. Сейчас картина кардинально меняется, так как все-таки уровень вообще бокса в целом очень вырос. Соревнования проходили два дня. Победители первого встретились на ринге уже в финале. Это второй день. Те спортсмены, кто победил в финале, будут представлять округ на региональном этапе. На ринг выходили не только ребята из Пушкинского. Пригласили и участников из Сергиева Посада, Акулова и Балашихи. Всего порядка 50 человек. Проверить свои силы была возможность и у новичков. Для них организовали отдельные поединки. По итогам двух дней соревнований наш округ на региональном этапе представит 19 человек. Евгения Коломица, Владимир Парфенов, Яков Глазер. Новости Большого округа. И в завершении выпуска о погоде на 18 мая. В четверг в округ придет по-настоящему летняя погода. Будет ясно и безветренно. Днем воздух прогреется до 26 градусов. Ночью до плюс 15. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер южный до 3 метров в секунду. Это были все новости на сегодня. С вами был Константин Гиргая. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова